Накануне турне по Ближнему Востоку госсекретарь США Майк Помпео рассказал об инициативах Вашингтона в регионе. Наша администрация работает над реализацией широких инициатив. Одна из них называется МЕСА. Это Ближневосточный стратегический альянс. Когда он станет реальностью, то широкий фронт из стран Персидского залива, Северной Африки и всего Ближнего Востока будет нацелен на устранение угроз во всем регионе. Альянс будет вести работу по экономическим вопросам, по вопросам безопасности и политики. Мы будем работать над взаимной кооперацией и удовлетворением энергетических потребностей. По замыслу главы американской дипломатии, эта так называемая арабская НАТО будет обеспечивать безопасность в регионе. Тем временем, эксперты отмечают, что до реализации этого амбициозного проекта еще очень далеко. Ни о каком альянсе сейчас и речи идти не может. По меньшей мере, в него должны войти все страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Это как минимум. Но Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты уже который год бойкотируют Катар. Кувейт пока в оборонительной позиции. Оман, как и многие другие соседи по Персидскому заливу, тоже недоволен расколом в Совете сотрудничества. Невозможно создать и расширить арабское НАТО, пока его собственный фундамент в трещинах. Эксперты полагают, что восстановление мира среди союзников США на Ближнем Востоке ради объединения перед лицом угрозы растущего влияния Ирана – одна из целей визита Помпео. Но далеко не главная. Я думаю, что главная цель визита Помпео на Ближний Восток в этот раз – это укрепить позиции Нетаньяху накануне выборов 9 апреля. Премьер-министр не устает напоминать о своих прекрасных отношениях с администрацией Трампа. И визит Помпео состоится в подходящий для Нетаньяху момент. При этом, отмечает Славин, госсекретарь Помпео сам не лишен политических амбиций. И его головокружительный взлет от конгрессмена Канзаса до главы ЦРУ и потом госдепартамента – наглядное тому подтверждение. Очередная поездка в Иерусалим может оказаться полезной уже в недалеком будущем. Фотографии со святых мест Иерусалима очень пригодятся Помпео в борьбе за верующих избирателей, за протестантский электорат Канзаса, где он уже проводит довольно много времени в последние месяцы. Накануне вылета на Ближний Восток, отвечая на вопрос журналистов о том, как долго он планирует пробыть на посту госсекретаря США, Помпео был искрометно прямолинейен. Я останусь, пока президент не вытветит меня с этой работы. Эксперты полагают, что пока глава американской дипломатии в безопасности, в отличие от глобальных интересов США на Ближнем Востоке. Ева Болдина, Юрий Закревский, Настоящее время Америка, Вашингтон.